Когда на них найдется управа. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что происходит с молодыми людьми в армии. Накануне в интернете было распространено еще одно видео, которое обещает быть для Таджикистана не менее популярным. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Житель Худжанда утверждает, что подвергся избиению в здании городского военного комиссариата. Родственники 19-летнего Бахрома Касымова сообщили, что инцидент расследуется военной прокуратурой. В военкомате факт избиения, конечно же, отрицают. Бахром Касымов, 24 января, сказал, что инцидент произошел неделю назад, когда он зашел в гор-военкомат за справкой. Эта справка мне нужна была для получения паспорта, однако в военкомате заявили. Сначала я должен написать заявление о добровольном призыве в армию. Я сказал, что приеду в военкомат в апреле после того, как получу повестку. Но сотрудники военкомата настаивали на своем, когда я отказал им на отрез, они напали на меня с кулаками, рассказал призывник. По словам Бахрома Касымова, ему неизвестны имена и фамилии избивших его людей в военной форме. Родственники отвезли молодого парня в больницу, где его госпитализировали. Врачи поставили диагноз сотрясение головного мозга и опухание горла. А как вы относитесь к такой ситуации в военкоматах? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Один из сотрудников военкомата сильно ударил мне по шее, я потерял сознание. Когда очнулся, он с криком «Ты врешь!» тащил меня за волосы по кабинету. Я снова упал, и он стал сильно бить меня по щекам, якобы для того, чтобы привести в чувство, говорит Бахром Касымов. Муясар Насирова, мать Бахрома Касымова, говорит, что сын уже неделю находится на лечении. За это время никто из сотрудников военкомата не навестил его. Женщина подтвердила, что следователи военной прокуратуры прибыли в больницу, взяли показания у пострадавшего. В военном комиссариате города Худжант отрицают факт рукоприкладства в отношении Бахрома Касымова. Один из высокопоставленных сотрудников в телефонном разговоре с корреспондентами сказал, что молодой человек находится в списке уклоняющихся от призыва на военную службу. Никакого избиения не было, уверяет он. Однако мать Бахрома Касымова утверждает, что ее сын никогда не уклонялся от службы в армии. Во время осеннего призыва 2021 года мой сын заболел, поэтому не был призван в армию. Сейчас мне тревожно на душе. Сын был избит в военкомате. Что же его ждет в армии? Возмущается Муясар Насирова. Ежегодно, осенью, весной в таджикскую армию призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Осенний призывной сезон начинается 1 октября и заканчивается 30 ноября. Весенний призыв происходит с 1 апреля до 30 мая. Власти Таджикистана неоднократно заявляли, что условия для молодых солдат намного улучшились по сравнению с предыдущими годами. Однако жители страны продолжают жаловаться на облаву, коррупцию, дедовщину и другое жестокое обращение в воинских частях, а также на отсутствие льгот для солдат. А как вы относитесь к такой воинской службе, ведь страшно о ней даже думать. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.